Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди. Европейский союз разделен как никогда. На этот раз большая разделенность заключается в том, насколько далеко может зайти финансовая солидарность в борьбе с COVID-19 и его экономическими последствиями. Германия и Нидерланды выступили категорически против так называемых коронабондов. Коронабонд это идея совместного заимствования долга на международных рынках, позволяющая государством-членам Евросоюза финансировать свои усилия по борьбе с вирусом, но предполагающая всю Европу, стоящую за этим долгом, из-за чего расходы будут ниже для более хрупких государств, таких как Италия, например. Германия и Нидерланды особенно против этого, в то время как 9 европейских стран, среди которых Италия, Франция и Испания, наоборот требуют общего долга еврооблигации, также известного как коронабонд. Но Германия, Австрия и другие развитые страны Северной Европы утверждают, что они не могут гарантировать эти долги, поскольку сами не знают, как выйдут из столь беспрецедентного кризиса. Италия прямо и недвусмысленно задает вопрос, а в чем же смысл Евросоюза, если не в помощи в нужный момент? Германия, самая сильная экономика в Евросоюзе, не хочет гарантировать эти долги. Солидарность всегда подразумевает, что налогоплательщики богатых государств платят за бедные. Удивительно ли то, что Германия и Нидерланды сейчас говорят нет? Если бы Великобритания оставалась членом Евросоюза, от нее тоже ожидали бы большие взносы в этот фонд. Несмотря на то, что она взаправду не в состоянии их сделать, да и никогда такого не делала. В состоянии стресса и напряжения Евросоюз возвращается к режиму, в котором он действительно должен был работать. К режиму свободного набора независимых государств, которые сотрудничают там, где у них есть общие интересы, а не там, где эти интересы расходятся. Лучше пожертвовать Евросоюзом в пользу местной валюты и ввести налоги на импорт и экспорт. Это и есть воплощением принципа не класть все яйца в одну корзину. Само собой разделение богатыми странными корзины с бедными не даст первым никакой пользы. Ложечка дегтя всегда испортит бочку меда. Существует миф, что объединение ресурсов и общий суверенитет сопутствуют стабильности. На самом деле это наоборот снижает устойчивость, поскольку провал одного приводит к провалу всех остальных. Это не означает, что сотрудничать плохо. Однако лучше иметь несколько разных подходов к решению проблемы, а не одну прямолинейную попытку, потому что единственная последняя попытка всегда может катастрофически провалиться. Апокрифически верно, что общая проблема есть удвоенная проблема. Евросоюз был бы намного сильнее в качестве свободного ряда суверенных независимых государств, которые сотрудничают по вопросам, представляющим общее значение и интересы. К сожалению, он стал централизованной и иерархичной организацией, которая навязывает свою волю своим же членам. В случае с общей валютой, такой как евро, применяется нисходящий подход, поэтому существует централизованный финансовый контроль. Единственный способ для Евросоюза решить эту проблему – принять федеральную систему управления. Это не устраняет напряжение между богатыми и бедными государствами-членами Евросоюза, а всего лишь формализирует процедуру, чтобы нивелировать потенциальные разногласия. Для примера рассмотрим, как это работает в США. В основном богатые штаты жалуются и пытаются ограничить помощь бедным, а федеральное правительство просто делает то, что политически целесообразно. Сегодня итальянцы чувствуют, что Евросоюз бросил их во время их тяжкой борьбы с пандемией и обращается к социальным сетям с лозунгом «Мы спасем себя сами», при этом сжигая флаг Евросоюза. Евросоюз – это как социализм, каждый хочет жить за чужой счет, поэтому он и обречен. Евросоюз проиграл не только из-за коронабондов. Евросоюз проиграл, потому что в Европе закрыты границы, страны отбирают медицинское оборудование у других стран, а в Евросоюзе происходят экстренные эвакуации, блокируется транзит грузов и так далее. Это просто невообразимый сценарий. Есть такое выражение в Южной Европе, довольно правдивое. Мы, южноевропейцы, работаем, чтобы жить, а вы, североевропейцы, живете, чтобы работать. И это правда. Люди всегда будут голосовать за коррумпированных левых, и даже оппозиция не сделает ничего, чтобы снизить государственный долг. Зачем нидерландцам финансировать итальянскую сиесту? Евросоюз проиграл, потому что вся идея неосуществимой сказки Евросоюза сшита еврократами и группами с особыми интересами. Италия ни разу не получила ни цента от членства Еврозоне, прожив 20 лет без экономического роста. Страна была переведена на валюту без соблюдения основных параметров, потому что для Брюсселя размер оказался важнее, чем экономическая согласованность. Момент истины близится вместе с нарастающим паразитированием на экономиках северных стран. Боже упаси вас когда-либо отказываться от своей национальной валюты и монетарной политики. Это похоже на подписание контракта на вечное рабство. Все ваши следующие поколения встретят такую же рабскую участь. К сожалению, единственный путь к свободе – это революция и кровавый разрыв рабского договора. Не уверен, что южные страны достаточно сильны для такого. Даже при этом их экономика будет оставаться слабой, но по крайней мере они смогут распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Слабая валюта и структурные реформы – это те вещи, через которые должна пройти любая страна. Самое время итальянцам покончить с этим затянутым хаосом, какими является Евросоюз. Итальянская экономика чувствовала себя намного лучше до создания Еврозоны. Например, в 1991 году ВВП Италии был более или менее равен ВВП Франции. Что же получила Италия от дальнейшей интеграции, кроме насажденной либеральной политики и восточноевропейских беженцев? Самое время итальянскому народу восстановить чувство самоуважения и гордости. Великобритания уже вырвалась из лап этого монстра. Подобно Британии, Италия может добиться большего успеха сама по себе, не подчиняясь политике, разработанной в Париже и Берлине. Как только начался весь этот пандемический ад, все страны в Евросоюзе закрыли свои границы и позаботились о том, чтобы медицинские товары не покидали страну. Вот вам и солидарность. Надеюсь, итальянцы не забудут, кто пришел им на помощь, а кто нет. Россия и Куба шагнули вперед, поделившись с Италией самым нужным, пока Брюссель и НАТО наблюдают со стороны. Италия получает от Евросоюза то же, что и от НАТО. Приказы, которые ей не по душе. Нелепую политику в отношении беженцев и административные расходы, которые она себе не может позволить. Народы Южной и Восточной Европы всегда были буферными государствами для западных жителей и северян, восседающих на своих раздутых престолах и издающих указы. Нет никакого европейского проекта, есть только священная Римская империя, расширенная версия австропрусской сверхдержавы, соединенной с папством, то есть Ватиканом. Ни одна из здравомыслящих наций Европы сегодня не является преднамеренной и охотной участницей сего кошмарного сговора брюссельских хозяев, который стоило умертвить либо еще в 1918, либо в 1945 году. Но который каким-то образом сбежал из морга полуживым. Географически две трети европейского континента и около 30% населения Европы не участвуют в том, что по-немецки называется Der Project. И сегодня Италия и Испания также были изгнаны из Священной Римской империи и брошены на произвол судьбы. Называть Европейский Союз европейским проектом это все равно, что называть Гуам Соединенными Штатами Америки. Чем раньше в сердце этого кошмарного противоестественного зверя вобьют гигантский деревянный кол, тем лучше будет для всех народов Европы и остального мира. Несмотря на их громкие заявления, сотрудничество никогда не было задачей Евросоюза. Каждый всегда был сам за себя, некоторые даже больше остальных, скажем Германия и Франция. Это никогда не показывалось на публику, зато было укромно запрятано в течение десятилетий аппаратчиками, которым теперь уже нечего скрывать. Общественное восприятие поддержало проект Евросоюза. Общественное отвращение и разрушит его. Распад Евросоюза почти неизбежен из-за разразненных систем налогообложения и льгот, если не учитывать языковые и культурные различия. Если вы не заметили, мы столкнулись с мировым кризисом, не говоря уже о европейском. Европейский Союз переживает самый большой кризис в своей истории. Чтобы смягчить негативные последствия COVID-19, Евросоюз решил приостановить Шенген и Пакт Стабильности и Роста. Вопрос, касающийся еврооблигаций, снова разделяет государства-члены. В настоящее время Европейский Союз оказывается одной из географических областей наиболее затронутых пандемией COVID-19, которая началась в конце ноября в китайской провинции Хубей. Это было связано с тем, что многие государства Евросоюза имели прямые связи с Китаем, благодаря большому количеству инвестиций, совершенных европейскими компаниями в Китай и китайскими компаниями в Европу. А также из-за того, что китайский туризм в Европе был одним из самых крупных. Тем не менее, странные члены Евросоюза, которые страдают от наибольшего количества заражений и смертей, это прежде всего Италия, которая давно обогнала Китай, и Испания, которая уже обогнала Италию. Что касается Европейского Союза, который со стороны воспринимается как организм, способный взять ситуацию в свои руки, он не смог инициировать общую политику по борьбе с пандемией коронавируса. Странные члены должны были принять меры изоляции социального дистанцирования на местном уровне. Однако мы увидели слабую координацию усилий и разделенность, что стало основной причиной распространения вируса по всему Союзу. Даже если в начале пандемии присутствие вируса в Европе было небольшим, сейчас дела таковы, что все члены применяют один и тот же метод борьбы, а именно полную изоляцию населения и закрытие производственных секторов, не связанных напрямую со здравоохранением. Это очень деликатная ситуация. С одной стороны, Европейский Союз должен принять меры по сокращению распространения коронавируса, но с другой стороны, крайне важно, чтобы Брюссель был близок к своим гражданам, продвигая фискальную политику в государствах-членах Евросоюза, чтобы стимулировать увеличение госинвестиций в сектор здравоохранения. Именно по этой причине Евросоюз решил приостановить две свои фундаментальные основы, первая из которых – Пакт стабильности и роста, согласно которому государства-члены Евросоюза теперь могут превысить трехпроцентный порог соотношения дефицита и ВВП для государственных расходов, а вторая – это отмена Шенгенского соглашения, которое означает, что пограничный контроль между государствами Союза был восстановлен до конца кризиса. Как вы помните, до кризиса эти границы были чисто номинальными. Два исторических решения для Европейского Союза, которые, безусловно, будут иметь большие последствия в будущем. Без всякого сомнения, текущий момент кризиса, который переживает Евросоюз и его государство, является самым деликатным в их истории. Никогда прежде Союз не сталкивался с проблемой, которая выходит за рамки серьезности 2008 года. Прежде всего, потому что сегодня чрезвычайная ситуация является не только финансовой, но также медицинской, социальной и политической. Евроскептики, в свою очередь, пытаются использовать чрезвычайность ситуации, таким образом усилить недоверие к европейским институтам. То, что вирус смог нанести такой колоссальный экономический ущерб Европе, в первую очередь связано с априорной экономической литургией, которая в настоящее время существенно обострилась. Серьезная экономическая литургия возникла из саморазрушительного санкционного гамбита, который высушил выгодную торговлю и коммерческую деятельность. И все равно разбалованные и изолированные балаболы непрерывно разжигали костры политического и экономического суицида, все активнее отстаивая ту же политику, которая и привела к этому социальному, экономическому и культурному тупику. Вкратце, обе стороны как правы, так и неправы. Нация не может, с одной стороны, желать выгоды суверенитета, одновременно требуя десуверенизации, как говорили латиняне. А с другой стороны, федералисты Евросоюза не могут требовать более тесной интеграции, при этом отказываясь от совместного ношения тяжкого бремени. Итак, каков же компромиссный исход? Реальное признание со всех сторон того факта, что наступила эпоха взаимодополнения, а время централизованного управления кончилось. Но до этого стоит вопрос о том, а как же умело бороться с последствиями пандемии, как лучше это сделать, не впутывая европейский проект. Это критический вопрос, и он относится не только к латинянам, чей кризис в настоящее время находится на переднем плане, но и к тем, чьи кризисы еще только наступают. Стратегия коронабондов – это продолжение априорной неэффективности в тех условиях, что в Европе нет интегрированной финансовой системы. Помощь Европейского стабилизационного фонда может привести латинян к тому, что случилось с греками, а бездействие только еще больше навредит и посеет зерно раздора в Европе. Так что же делать? Начать готовиться к возвращению национальных валют. Это наталкивает на другой вопрос, а как будет поддерживаться евро в случае возврата национальных валют? В любом случае проблема заключается не только в деньгах для борьбы с пандемией, но и в восстановлении экономической мощи с помощью торговли и коммерции, откуда логически следует, что Европе пора по-настоящему оценить, что же режим санкций сделал с ее экономикой и что она получила взамен. Ей пора отвернуться от политики клеветы и конфронтации в сторону диалога и взаимовыгодных отношений, гармоничной профилактики и разрешения конфликтов, а также признания того факта, что мир действительно изменился и держит путь к многополярности. Монополярности уходит от монополярности и даже от гегемонии Запада. Какова будет выгода? Благодаря новому реалистичному мышлению Европа сможет вернуться к типам политики, которые предотвращают конфликты, разрешают их гармонично и быстро. Все те конфликты, что ломают европейское единство, например массовая миграция, которая в совокупности ослабляет европейские культуры и экономики. Вкратце, Европа, Запад и Восток должны будут усвоить реальность того, что гармония является катализатором экономического здоровья. И поскольку ее главенство в Европе очень желательно, партнерство Европы и России является неизбежностью. С другой стороны, европейские политики могут продолжать свою провальную и разрушительную политику конфронтации и гордыни, пока их народы внутри Союза ссорятся. Это выбор только Европы, и так, вероятно, и закончится еврозона с коронавирусом или без него. Удачи тебе, Европа! А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно зарабатывайте. До скорого! Граци, carо Macron, cara signora Merkel. Граци, per averci abbandonato nel momento del bisogno. Граци, per averci negato di poter acquistare da voi semplici mascherine и д'а altri присиди медицияты койбаде и прессуне, бедирус. Граци, провалим, успешно? Грязно, у нас не было, пообщем. Исно, мы, итальяные, 게стики, хрющих, хреньяnding, но мы кор´ срочной высоты, филклористик, опtera, а вольфосе, по-на-извести appерусьmaker, потому что построёрсьшего скokers, во ф形 poking, расфок puот見てstream, zzaённый инъекamental, но имя их прав, которые построили гранина учебансками. Ив morать успешно obscure негадут�심 verdade. Есть юят Saudi, И автори, которые в вашем музее. В книге выиграли, которые вы использовали, которые вы использовали, которые, с огромным потреблением, могут держать и поддержать более 70% из-за развития иоанной культуры и мунистов, вызвавши, выявивши свою кифру визуально ассортиму. Или даже не только эта. Мы, мы, Гли italiani, quelli che vi hanno offerto l'arte e la cultura, su cui si basa la nostra e la vostra civiltà, la massima espressione di bellezza, armonia e equilibrio che l'essere umano abbia mai raggiunto. Siamo noi, gli italiani, quelli che vi hanno offerto la civiltà, che poi voi avete abbattuto trascinando il mondo nel Medioevo e poi una volta risollevati e rinati abbiamo nuovamente offerto al mondo la civiltà, l'arte, la geografia, l'economia, l'istruzione. Siamo noi, gli italiani, quelli che hanno creato il parmigiano, la mozzarella, il prosciutto, la mortadella, il salame, i ravioli, i tortellini, le lasagne, il gelato, la pizza, eccetera, eccetera. Quelli che hanno portato in Francia le vigne e vi hanno insegnato a fare il vino, la grappa e i distillati. Quelli che ogni anno combattono contro i vostri tentativi di scimmiottare i nostri prodotti e copiarne il nome, ma anche lo stile e la moda. Anche lei, signor Trump, e lei, signor Johnson, grazie per averci prima di tutto isolati invece che aiutati. Le ricordo, signor Trump, che se non fosse per un italiano adesso sarebbe nella terra dei suoi avi a fare la fame e non in America, a fare il riccone e non avrebbe potuto mangiare neppure le patate perché non le avreste mai avute senza un temerario italiano che ha navigato verso il mioto. A lei, signor Johnson, ricordo che la fortuna della sua nazione si basa su una bandiera che vi abbiamo concesso a vissare sulle vostre navi per non essere attaccati dai pirati. La croce di San Giorgio, concessa dalla Repubblica di Genova. Senza quella sareste stati spazzati via dai saraceni. Vi abbiamo insegnato la navigazione e l'avete imparata bene. A tutti voi, quando telefonate, pensate a Meucci. Quando guardate la TV o ascoltate la radio, pensate a Marconi. Quando usate l'elettricità, come se non ci fosse un domani, pensate che non avreste potuto farlo se non ci fosse stato fermi. Noi, italiani, abbiamo inventato le banche, le università, la prospettiva, l'architettura, l'ingegneria, l'astrofisica, il calendario, la musica. Erano italiani Giotto, Colombo, Marco Polo, Leonardo, Michelangelo, Bernini, Tiziano, Raffaello, Brunelleschi, Galileo, Cesare, Ottaviano, Vespasiano, Aurelio, Dante. E potrei continuare per ore. Carissimi miei, nel sentire il nome Italia, dovreste scattare in piedi, abbassare la testa ed essere coscienti che l'origine della società occidentale è qui. Se vi chiediamo aiuto, dovreste correre, perché se trascinate di nuovo il mondo nel medioevo, non so se ce la faremo nuovamente a far nascere la civiltà. Se invece non vi interessa, allora compiacetevi di quello che avete. Restate ad ammirare qualche tonnellata di ferro imbullonato e quando visitate i vostri musei, per cortesia, saltate le opere degli italiani. Finirete la vostra visita molto velocemente. Potete così andare a visitare subito una bella fabbrica di auto, diesel magari, di quelle che non inquinano solo ai controlli. Andate a visitare quelli che per voi sono castelli e per noi solo banali ville di cui siamo pieni. Oppure andate nella capitale dell'Azzardo, quello che scimiotta Venezia, Firenze, Roma. Andate, andate pure. Evitate di venire a visitare il paese più bello del mondo, visto che lo avete pugnalato alle spalle. Noi accoglieremo a braccia aperte solo chi nel momento del bisogno ci ha aiutato. Apriremo le nostre città uniche al mondo a loro. Potranno visitare Venezia, Roma, Firenze, Genova, Napoli, Bologna, Pisa, Lucca, Sisi, Siena, Torino, Palermo, Agrigento, Milano, Cremona, Mantova, Ferrara, la Toscana, il Monferrato, le Dolomiti, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna. Avete distrutto la povera Grecia con la vostra finanza. Ci avete provato anche con l'Italia, ma per ora non ci siete riusciti. Ora forse avete scorto l'occasione per assestare il colpo finale. Ma nella cicità del vostro egoismo non avete calcolato che il virus non ha frontiere. Colpirà tutti, anche voi. Se ci aveste aiutato ieri nel tentativo di arginare l'epidemia, invece di offenderci e di denigrarci, oggi non dovreste forse piangere i vostri morti. Il vostro egoismo ha dato la misura di quanto poco siate. Grazie. Una ragazza italiana.